Практическая психология Здравствуйте, в эфире Практическая психология. В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня у меня в гостях Смирнова Елена, детский психолог, арк-терапевт. Елена, здравствуйте. Добрый день. И сегодня мы с вами говорим о негативных эмоциях у детей и что с этим вообще делать. О положительных уже много рассказано, как нужно ребёнка учить радоваться и вообще нужно ли этому учить. А негативные эмоции – это то, что, в принципе, мы сталкиваемся с вами изо дня в день. Давайте вот сначала, с самого начала проговорим, да, из чего же состоят эмоции. Эмоция – такая замечательная составляющая нашей жизни, да, которой мы действительно живём каждую минуту. То есть мы испытываем эмоции относительно событий, того, что нас окружает. И на самом деле первые два компонента, из которых состоит эмоция, вы все знаете и прекрасно это отслеживаете. А третий – это компонент такой секретик. Ну, разберём. Итак, первый компонент эмоций – это то, что мы видим на нашем лице. То есть мимика. То есть даже маленький ребёнок может определить, что вы сейчас улыбаетесь. Или хмуритесь. Либо хмуритесь. Но он не будет знать, что это та или иная эмоция, но будет чётко понимать, что с настроением у вас либо очень хорошо, либо не очень. Второй момент, компонент эмоций – это наше телодвижение. То есть если мы присоединим, мы вспомним, например, когда мы злимся, то наши скулы поджимаются, сжимаются кулачки, хмурятся брови, и мы как будто бы немножечко сжимаем себя. Как ёжики становятся. Как ёжики, да. И это тоже, в принципе, достаточно хорошо видно для нашего взгляда и для взгляда окружающих. А вот третий компонент, он прячется внутри. Его так называемая составляющая – это телесный образ. Что это такое? То есть когда мы встречаемся с чем-то, что нам не нравится во внешнем мире, событие либо человек, у нас внутри происходит либо сжатие, либо напряжение. И вот для этого слушают такие примеры. Ком в горле. Я не согласен с этой ситуацией и чувствую, что у меня даже… Я не могу это проговорить. Другой момент. У меня как будто бы сердце вырвали. Мне больно и пусто от того, что ты сделал со мной в этой ситуации. В чём нюанс этого компонента эмоций? Если мимику мы видим и видит окружающее, телодвижение прочувствовать тоже можем мы и могут увидеть окружающее, то телесный образ ощутим только нам. И он не осязаем, он не видим. То есть только тому человеку, который испытывает эту эмоцию. Совершенно верно. А вот я уже, например, сейчас не знаю, какой у тебя телесный образ там внутри. Да, да. То есть ты можешь считать только два компонента. А третий для тебя остаётся сюрпризом. И он оставляет более глубокий след, потому что телесно, запоминая его, встречая эту ситуацию или этого человека, мы как будто бы вновь и вновь проживаем эту ситуацию. То есть напряжение, оно автоматически, как телесная память, всплывает, когда мы встречаемся с ситуацией либо с этим человеком. Получается, что это относится и к взрослым, и к детям, да? Да. И вот смотрите, если взрослый, например, человек может сказать там, да, внутри меня всё дрожит, да, или ещё что-то, то ребёнок, он не может иногда это выразить словами? Иногда да. То есть если родители разговаривают с детьми о том, что происходит, что ты чувствуешь, что ты ощущаешь, то они автоматически развивают эту чувствительность, этот телесный образ и помогают ребёнку проживать. Потому что когда мы озвучиваем то, что я чувствую внутри, то терапевтически, получается, мы отчасти проживаем ту боль, которая телесно у нас закралась от той эмоции, с которой мы столкнулись. Вот смотрите, мы с вами знаем о том, ещё по перинатальной психологии, что даже внутриутробно ребёнок ощущает, радуется мама или печалится в это время. А с какого возраста осознанно ребёнок может понимать эти эмоции? Здесь, вот мне, наверное, сложно чётко конкретный возраст сказать, потому что есть индивидуальные моменты, да. Потому что даже в подростковом возрасте подростки не всегда могут идентифицировать то или иное чувство или эмоцию. И когда они говорят, я не знаю, что я испытываю по отношению к этому человеку. С одной стороны, мне тепло, мне хочется быть рядом, а с другой стороны, я его ненавижу. То есть это объявляетные чувства. И как это назвать, это состояние эмоциональное, очень сложно. Но я могу чётко сказать, что до 7 лет дети не могут выстроить причинно-следственную связь своих поступков с теми эмоциями, которые они проживают. То есть, соответственно, если родитель говорит, вот сейчас подумай над своим поведением, как ты себя ведёшь в магазине, да, потому что ты хочешь, например, этот... Игрушку. Игрушку, чупа-чупс, а я тебе его не покупаю. То ребёнок не может связать отказ покупать игрушку с тем настроением, которое так резко изменилось, потому что только что он прыгал и бегал счастливо и рассматривал какие-то игрушки там в торговом центре. Но при выходе на кассу он понимает, что ему эту игрушку не покупают, и его настроение изменяется. И вот здесь задача родителя уже включает тот момент проговаривать ребёнку и повышать его эмоциональную грамотность. Это и есть развитие эмоционального интеллекта, когда мы начинаем проговаривать. Смотри, Мишка, ты сейчас был весёлый, бодрый, прыгал, радовался, но когда ты услышал, что мы не покупаем тебе игрушку, твоё настроение испортилось. Ты немножечко зажался на выражение лица, допустим. Слёзы. Слёзки, бровки опустились, а внутри тебя приполняет чувство, вероятнее всего, обиды, злости на нас за то, что мы тебе это не купили. И вот это чувство, оно очень сильное. И вот это первый этап эмоциональной грамотности. То есть мы отражаем ребёнку, проговаривая ему, что с ним происходит. Второй этап – это дать те инструменты, с помощью которых он будет справляться как в детском, так и взрослом состоянии с этим эмоциональным накалом. Я это называю эмоциональный этикет, который есть как внутри семьи, так и внутри нашего общества. И задача родителя как раз ребёнка – обучить этим инструментам, чтобы он мог быстро, оперативно, как скорая помощь, помочь себе, когда он волнуется, не уверен, когда он раздражён, когда его что-то бесит, когда он зол на себя. Либо, наоборот, увеличить чувство положительное. Потому что с положительными эмоциями всё гораздо проще. Они есть, и ты уже их просто наращиваешь и делишься с окружающим миром. Негативные эмоции, они намного сильнее положительных эмоций. Мы это с вами знаем прекрасно, да? И обучать, правильно взаимодействовать с этими негативными эмоциями, получается, это задача родителя, да? Но в системе сейчас классического образования, там, где в школах есть понятие психологии, безусловно, они касаются эмоций, эмоционального состояния. И вот чаще всего, я очень много перечитала литературу по этому направлению, где пособие. Вот третий компонент, про который я говорю, про телесный образ, он не встречается в литературе. То есть описывается только визуально, да? Мимика, и она очень часто распространена этими смайльниками, да? Да, мимика, жесты. Да, какие эмоции. И крайне редко тело. Даже вот если вы прогуглите, например, злость, то в интернете вы будете сталкиваться только с тем, что вам показывают выражение лица. Но эмоции, в чём её и прелесть, и сила на природу человека, что она вызывает физиологические изменения внутри нашего тела. Просто приведём пример. Когда я испуган, я испытываю страх, у меня очищается сердцебиение, возможно, повышение давления, потоотделение, у меня расширяются зрачки, то есть мой организм готов к какой-то ситуации либо бежать, либо прятаться. Либо бить. Либо бить, да, то есть в зависимости от ситуации и насколько я рассчитываю свои силы. То есть физиологически изменяется наше состояние. И вот как раз основная ошибка, то, что к эмоции так относятся, оно пройдёт, в том, что и снять её можно тоже физически. То есть всегда должен присутствовать физический компонент. И у нас потом будет такой отдельный блок, я прямо покажу упражнение, потому что без физики эмоцию, по крайней мере, степень уменьшения не прожить, то есть не снимается. А вот проживать эмоции – это обязательно, да? Это очень важно, потому что, во-первых, важно принимать негативные эмоции. В первую очередь, я считаю, что это всё начинается с семьи. Не стесняться. Давайте сейчас поговорим про семейный этикет, про эмоциональный этикет в семье. Это такая хорошая очень формулировка. Когда его можно уже, в каком возрасте, когда ребёнок вводить, каким образом это объяснять с ним, проговаривать эти моменты? И вообще, предварительно, может, это как-то должна быть договорённость между мужем и женой, между бабушками и дедушками, чтобы не получилось так, что я тут вас обучаю эмоциональному этикету, а все остальные не в курсе. Эмоциональный этикет начинается не с рождения ребёнка. То есть это договорённость супругов, в первую очередь, если мы говорим сейчас как о ячейке общества в семье, то она начинает... То есть это ещё задолго до рождения? До рождения. То есть потому что наша жизнь не соткана и с момента, где мы находим компромисс, мы можем ругаться, мы можем раздражаться, мы можем любить, мы можем проявлять нежность. И если сами супруги между собой принимают тот момент, что их может что-то не устраивать, и они могут эмоционировать... Это не повод расходиться каждый раз, да? Да, хлопать дверью и говорить, что всё, на этом всё закончено. А повод встретиться вновь, но в этом промежутке, когда есть эмоциональный пик, они что-то делают в помощь себе самому. И вот это как раз есть эмоциональный этикет, который позволяет нам сбросить эмоции и уже в более ровном состоянии, в спокойном состоянии выходить на диалог. Потому что ни одна ситуация, когда она идёт на пике эмоциональном, не приведёт к конструктивному решению. Потому что самые близкие люди, это люди, которые знают самые больные точки, и при лёгком касании могут вывести равновесие любого человека, особенно близкого. Поэтому, когда рождается ребёнка, нет такого понятия, вот ему сейчас один месяц, и мы вводим эмоциональный этикет. Он начинается с родителей. И если вы... Вот я призываю родителей к очень важному моменту. Когда вы ругаетесь, не нужно ругать на работе, ругать дома, вы пришли в плохом настроении, будьте честны по отношению к своим детям. Они вас чувствуют, они вас читают, и когда ребёнок спрашивает, «Мамочка, а что с тобой? Почему ты такая сегодня хмурая?» И родители отвечают, «Всё в порядке». В первую очередь, вы учите ребёнка обманывать по своим эмоциям, потому что в подростковом возрасте вы как обратную бумеранг получите то же самое. Вы будете видеть, что с ним что-то не так, но он будет говорить, «Всё в порядке, всё в порядке, мамочка, на самом деле не так». Задача – проговорить. Я устала. Да, я устала. Сегодня была очень сложная ситуация. Меня обидели на работе. Я не согласна, и я считаю, что это было несправедливо по отношению ко мне. Либо другой момент, если это происходит в доме. Мы с папой плохо поговорили. Мы тебя любим. Это наша ситуация, как мужчины и женщины, мужа и жены. И сейчас есть эмоции, поэтому мы решили полчаса побыть в разных комнатах. Мы встречаемся на кухне, поговорим. Дочка, сыночек, это тебя не касается. Это наш момент, наша история. Поэтому мы будем благодарны, если ты дашь нам возможность пообщаться. То есть мы здесь выставляем границы и ещё вводим такое важное понятие, как ролевые моменты, что дети воспринимают родителей только как маму и папу. Но они не знают про такие важные роли, как мужчина и женщина, муж и жена, про эти обязательства. И в результате им сложно, когда происходит конфликт, вообще понять, что происходит. И учитывая тот факт, что дети очень часто думают, что это происходит из-за них, тем самым проговаривая эмоцию, первое, мы уже ввели понятие эмоционального этикета внутри семьи, мы честны, мы не скрываем, и мы можем даже проговорить, что мне нужно сейчас время, я схожу в душ, я почитаю хорошую книгу, я пройду пару кругов, пройдусь по парку, поглажу любимую собаку. Это тоже являются способы, которые снимают эмоциональный накал и вводят на состояние равновесия. И ребенок уже видя, да, вот эти проявления, и вообще тех родителей, которые разрешают себе, да, проявлять честные эти эмоции, он уже применяет это в своей жизни. Безусловно. Дети копируют нас, и мы являемся примером в эмоциональном этикете в том числе. Поэтому если вы начнете с себя, то вероятность того, что ваш ребенок будет применять вот те способы, которые я вам дам, либо вы найдете какие-то свои альтернативные, он будет даже вас провоцировать на это, говорить там, мамочка, там, ты подыши, давай мы с тобой там пройдемся. То есть он будет поддерживать эту культуру, и с благодарностью к вам это вернется однозначно. Но при всем при этом мы должны с вами понимать, что у ребенка нет вот этого самого контейнера, для наших эмоций. И если нас переполняют, например, негативные эмоции, то ребенок может с этим не справиться. А вот у нас с вами есть этот контейнер, и когда ребенок вдруг начинает агрессировать, обижен, злиться, то как правильно нам помочь ребенку справиться с этими эмоциями? Ну, наша задача вот в первую очередь, мы начинаем внутри семьи, это первое, отразить, что с ним происходит. Потому что человек в эмоциональном состоянии он не до конца ощущает, осознает, что с ним происходит. Второй этап, то есть мы отражаем, то есть ты сейчас разозлился на меня, потому что ты испытываешь, вероятнее всего, вот это, это, это. То есть это прямо проговаривается, да? Проговариваем, да, проговариваем. А не посылаем его посидеть и подумать. Да, ну то есть с ребенка до семи лет это просто игра в никуда, она не даст никакого результата, а наоборот повысит у вас градус раздраженности, а у ребенка разочарование, что его никто не понимает. А вот после семи лет? А после семи лет мы проговариваем и всегда даем время на то, чтобы, если ты будешь готов поговорить, я буду рад, я буду рядом с тобой, но не докучать, то есть не приходить постоянно. И вот в этом моменте, вот с семи лет, когда уже ребенок понимает свои границы, у него произошла социализация, важная задача родителя помочь ребенку найти внутри дома место комфорта и место силы, да? Так, это интересно. Это называется психологическое пространство, и когда вот на семинарах я рассказываю, родители говорят, мы живем в однокомнатной квартире, неважно, на какой площади вы живете, его создают руки и сердце наше. То есть как это выглядит? То есть мы прям ходим по квартире и ищем то место, где ты чувствуешь себя защищенным защищенным и очень комфортным и уютным. Ну, вероятнее всего, по крайней мере, так часто бывает, это место под столом, под кроватью, за шкафом. У очень многих это бывает место в ванной комнате, потому что ты конкретно можешь закрыться и уединиться. Но есть также момент, когда мы можем туда принести плед, мягкую подушку, любимую книгу, игрушку, но это место должно давать человеку ощущение защищенности. И вы вводите такое правило, что если член семьи находится в этом месте, то его право там находиться, пока он там хочет. То есть мы соблюдаем это право и его границу. И это вот место ресурса. И единственный такой момент, чтобы такую проверку делать, я рядом, если ты захочешь поговорить, я готов, я готова. То есть вот как сигнал того, что несмотря на поведение, на поступок, потому что мы понимаем, что поступки детей и подростков бывают очень разные, и степень их... Велика. Да, велика. Но ребёнку в этот момент важно, что с ним рядом, и он часть семьи, то есть он чувствует принадлежность к семье, вне зависимости от твоего поступка, что с ним будут готовы поговорить. И тогда ребёнок очень чётко будет понимать ещё и свои границы, и ваши границы, потому что вы покажете и своё место. И тогда у вас будет такой вот снова проэмоциональный этикет внутри семьи. Вот мамочка там у подоконника с книгой. У мамы, допустим, двое детей. Но иногда 10 минут. Это мы не говорим о час, два, три. Мы говорим сначала о маленьких фрагментах, которые есть для мамы, папы или для ребёнка. Поэтому вот с точки зрения границ это очень классная техника, упражнение, которое применимо, и потом будет ребёнок вам говорить. Мамочка, сходи к себе вместо силы. Почитай книгу. Почитай книжку, да. Отлично. Ну а если в любом случае надо понимать и предлагать это сначала ребёнку, в каком возрасте мы с вами можем, это уже прямо в 3, в 5 годиков, в 7, да? Мы начинаем с момента, то есть вообще в принципе с ребёнком нужно разговаривать... С самого рождения. Когда он ещё в животике. То есть мы проговариваем там, как я рада тебя, что ты родился. Смотри, какая сегодня чудная погода. Потому что это всё стимулирует развитие речи в первую очередь, да. Очень много сейчас моментов, которые связаны с содержкой речевого развития. Как вот так наблюдение, это может быть и тот момент, что родители не разговаривают, они в плеер включают музыку, хороший там фильм. И гуляя с ребёнком, они находятся в тишине. Поэтому проговаривать свои эмоции, своё состояние, своё настроение. Когда ребёнок уже начинает проявлять активность, как-то реагировать, вы ему проговариваете. Смотри, ты сейчас рад. Ты увидел свою любимую игрушку. Твоё настроение улучшилось. Внутри, вероятнее всего, ты чувствуешь тепло. То есть это всё, вот мы учим, вот учим, здесь нужно быть аккуратным, здесь нужно помыть ручки. Вот эмоциональный интеллект, он развивается точно так же, он складывается по крупинкам. И не надо откладывать, что вот когда-нибудь потом, я там ближе к школе, буду заниматься вот этим развитием эмоционального интеллекта. Просто да, в три года в песочнице не будет трудностей. То есть вы в три года уже сможете со своим ребёнком поговорить. Я не говорю о том, что это мгновенно произойдёт, он начнёт делать стопроцентное исполнение и показывает там идеальное эмоциональное реагирование. Но он будет понимать, что в первую очередь с ним что-то происходит, что он на что-то среагировал. И это самое важное качество, которое вот может развивать родитель у ребёнка современного. Потому что информационное поле нас настолько поглощает, что умение реагировать и отслеживать, что со мной происходит на любые сигналы извне, это способность отстроиться, восстановиться, заресурсироваться и пойти дальше. Начинается это всё там с маленького возраста. И ещё очень, наверное, важный такой компонент, когда мы ребёнку говорим о том, что испытывать отрицательные негативные эмоции – это нормально. Да, это абсолютно верно. Это правильный момент, что мы принимаем ребёнка, любить ребёнка так же, как и животного, который не пакостит. Может быть, это грубое сравнение, но мы принимаем всё то, что он делает, потому что отрицательные эмоции – это тоже часть нашей жизни, и мы проживаем одновременно индобурные эмоции. Ну, например, возьмём злость, как она развивается. Начинается с раздражения, потом идёт злость, потом идёт гнев, и потом происходит ярость. Но если мы вовремя научили ребёнка на фазе раздражения и знаем себя на стадии раздражения снять вот это эмоциональное раздражение, эмоциональное раздражение, то мы до ярости и гнева не доведём этот момент. Поэтому мы принимаем и говорим ребёнку, что я люблю тебя, и когда ты злишься, и когда ты радуешься, когда ты выполнил домашнее задание, когда ты погулял с собакой, я тебя принимаю таким. Да, я понимаю, что в таком состоянии мне с тобой сложнее, и тебе сложнее с самим собой. Я понимаю, что это очень сложно понять, что с тобой происходит. Но моя задача как мамы, или родителя, папы, быть с тобой рядом и помочь тебе справиться и осознать эту эмоцию, и научиться справляться с ней. И тогда ребёнок будет понимать, что его не оценивают, что злость, раздражение, гнев, обида, страхи, это часть нашей жизни. Особенно к страхам, это прям отдельная тема, про которую можно говорить, когда родители говорят, ой, ну что это, это же совсем не страшно. То есть преуменьшают степень страха, и тем самым ребёнок понимает, что его снова не понимают и обесценивают. И происходит отдаление. Все эти чувства, которые он испытывает. Получается, что, конечно же, основная работа идёт в семье. Да. Причём такая работа, я бы сказала, должна была быть в профессиональном уровне. Давайте сейчас перейдём к практической части. Вот то, что могут сделать родители, в буквальном смысле слова, работают с негативными эмоциями. С удовольствием. Я вот кое-что с собой принесла. И это вещи, предметы, которые есть внутри каждого дома. Вот родители очень часто спрашивают, что вот как действовать, если ребёнок там в магазине, например, бурные эмоции испытывает. Я всегда обозвращаю. Понимаете, что мы сначала начинаем дома. Это как упражнение, когда мы перво в прописи пишем букву алфавита, да. То же самое мы работаем с эмоциями. Мы сначала учим ребёнка отслеживать, осознавать, а потом проявлять эти эмоции, то есть проживать их. Потому что эмоция никуда не уйдёт. Её задача прожить. Мы уже это разбирали. Ну, так, первый компонент, он очень простой. Поскольку эмоция вызывает физиологические изменения, то задача эту эмоцию или там степень эмоционального проявления выдохнуть. И выдох должен быть с подключением тела, потому что это физически задействует, эмоция физически подключает всё наше тело. И это примерно, вот если вы встанете, то будет идёт так. То есть как будто бы отталкиваем от себя. Мы отталкиваем, выталкиваем, и при этом мы приоткрываем рот, выдох такой резкий. Можно даже со звуком, да? Можно даже со звуком, и будет ещё в вокальной терапии работать. И этот жест вы очень часто можете видеть в кинофильмах, когда показывают, что предстоит какое-то важное мероприятие, человек так дышит. Это работает. Примерно 7 подходов, это уже даёт ощущение определённого снятия напряжения, по крайней мере, понижения степени. Следующий момент – это обычная бумага, да? То есть что мы делаем? Мы её рвём. Можно использовать газеты, можно использовать ненужную макулатуру, которая, в принципе, очень часто бывает и скапливается в семье. И я предлагаю всегда родителям завести урну гнева. То есть мы просто вставим где-то в доме, где общего пользования места. И это ведро для утилизации эмоционального мусора. То есть мы вводим такой компонент, что есть эмоции, которые нам не полезны. И когда они нам не полезны, мы от них избавляемся. И что мы делаем? Выдыхаем. Выдыхаем, рвём бумагу. Но на этом это не заканчивается. Для ребёнка до 6 лет это будет настоящая игра. То есть он рвёт до такой степени, какой ему хочется. Дальше мы делаем из этого бумажные комочки. Что мы делаем? Смотрите, если это связано со злостью, мы её порвали. Нам хочется... Уничтожить. Даже такое выражение есть словесное. Я хочу тебя порвать, потому что ты меня злишь. Дальше мы что делаем? Мы площадь этой эмоции... Уменьшаем. Уменьшаем. И смотрите, где она происходит. Она в колочке. Я тебя контролирую. То есть мы меняем ролевую позицию. То есть не эмоции управляют уже нами, потому что мы её вынесли за пределы нашего тела. А я управляю. Для ребёнка он это всё чувствует. Он, может быть, не до конца понимает алгоритм, но ощущения у него в теле будут классные. И вот таких комочков, может быть, сколько угодно. До тех пор, пока он, как говорится, готов... Да, некоторые дети до маленьких-маленьких кусочков как будто достаточно просто напополам. И дальше эмоциональное ведро уже находится в поле. Здесь можно прямо игровой элемент. Выбрать свою эмоцию. Да, то есть папа или мама может играть с этим ведром, ещё и попади туда. Можно просто. И мы выбрасываем тоже с выдохом. Что мы выбрасываем? Ну, плохое настроение выбрасываем. Выбросили. А сейчас что выбрасываем? Обиду. Обиду на брата, за что забрал игрушку? Что происходит? Ребёнок начинает понимать, что проговаривая то, что, в принципе, его в течение дня накопилось, а эмоциональный мусор накапливается, ему хорошо. Я всегда родителям говорю, понимаете, родители, вы взрослые, вы можете позволить себе алкоголь, вы можете позволить себе сходить на дискотеку, заниматься в спортзале. Ну, любое ваше хобби вы можете позволить. А ребёнок не может проявить свою злость нигде. Прыгать нельзя. Кричать нельзя. В садике в любом случае. Всё везде дисциплина. А где можно? Дома. И поэтому можно дома в лесу. Следующий момент. Дети очень любят кричать. И вообще гнев, вот такая сильная такая эмоция, когда они взбудоражены, это крик. И вот когда я даже с детками провожу занятия, до пяти лет или старшеклассники, я говорю, ребята, сейчас вот это тоже эмоциональная урна, куда мы отпустим вот то, что мы не смогли накричать на своего преподавателя, который просто вызвал нас бурю эмоций. Когда ты сдержал эмоцию, раздражение по поводу мамы. Мы можем вызывать у детей отрицательные эмоции. И принимая это, разрешая это, мы даем легкость восприятию ребенка, своего тела и дальнейшую конструктивную коммуникацию. Ну и вот так. Кричим. Я еще эту методику называю стаканчик для крика. Да? Урна для крика, баночка для крика. Вот дети по-разному реагируют. Для кого-то это уже шаг. Понимаете? Это уже шаг отпустить, потому что крики бывают вот из своей практики терапевтической. Такие, что мурашки по коже бегут. Поэтому, когда идете в лес, пожалуйста, практикуйте, кричите. Следующий момент. Это любимая музыка. Вообще, в принципе, музыка и танцы. Леночка, еще давайте к этому стаканчику для крика. Немножко я добавлю. Методика шикарная. Мне тоже она очень нравится. Она действительно хорошо работает. Вот еще, когда прокричались, я дальше предлагаю деткам сходить в ванную, сполоснуть этот стаканчик и посмотреть, как уплывает в канализацию вот это плохое настроение. То есть, они прямо, мы иногда даже добавляем краску. Понимаете? Чтобы подкрасить. В какой цвет ты хочешь покрасить вот эту эмоцию? Ну, то есть, тут можно вообще как вы хотите, так и делать. А со взрослыми можно прямо прополоскать горлышко. Все, что там обиды, все комочки, которые у тебя там застряли, от того, что ты не сказал, протерпел, проглотил, мы можем просто и с такой, с хорошим плевком, с водичкой. И это действительно дарит ощущение легкости вот внутри горла. И человек начинает, я как будто бы заново родился, начал дышать. Да, да, да. Следующий момент, это подушка. Дело в том, что... Все подушки имеем такие. Дело в том, что раздражение, злость, оно тоже связано чаще всего с сжатием либо с ощущением давления. Поэтому мы вот это сжатие переносим. То есть, наша задача научить ребенка, что я чувствую внутри, отрицательного. прожить это вовне. То есть, если тебя давит, то мы делаем... То есть, опять дышим и при этом давим руками. И, ну, вот 7 подходов бывает достаточно. Такой уместный вопрос. А что делать, если этого нет под рукой? Если вы внутри своей семьи это ввели как базовые моменты, да, и ребенок это имеет, то впоследствии вам не нужно специально иметь какой-то предмет. Достаточно. Вы ушли в туалет перед встречей, перед экзаменом, например, еще с чем-то. Руки. Наше тело это удивительный источник, инструмент, который помогает нам во всем. Он как и хранит, так и может вам помочь избавиться от этого. Поэтому тянуть, скручивать, давить, выталкивать вы можете проживать только на уровне своего тела. Ну и в таких случаях, когда, например, с собой подушку в школу не возьмешь или в садик, да, у нас есть, слава богу, маленькие антистрессы, которые ты можешь как раз давить. Почему сейчас и популярны эти слаймы у деток и различные эти жвачки для рук? Потому что они позволяют вот то, что эмоционально ребенок накапливает, просто вы просто представьте поток информации, который проживает ребенок в течение дня. И вот благодаря вот этому промятию, такому терапевтическому, да, ребенок освобождается от этих эмоций. И, наверное, еще вы мелки принесли, да? Да, я просто хочу показать из артерапевтических моментов. Классно очень работает техника каракуля Винникота, то есть мы берем лист бумаги и вот прям рекомендую, чтобы обе руки были задействованы, то есть и правая, и левая, то есть для такой стабилизации, гармонизации. То есть вы закрываете глаза и каляки-маляки чертите на листе бумаги. Как можно сильнее, Можно сильнее, с закрытыми глазами желательно. И вот если мы еще подключим музыкальную терапию, так вот если вы вообще занимаетесь с детьми и уделяете им это время, то можно Вивальди Шторм, он как раз по сюжету музыкальному повышает и в определенный момент идет там спад и когда пик достигнут, действительно дышишь абсолютно по-другому. И закончить уже каракули можно рисованием спирали под Вивальди Вальцветов. Это очень чайковский Вальцветов. Гармонизирует и очень успокаивает. И в этот момент мы дышим тоже через рот, всегда обращая внимание, выдох всегда, чтобы рот был приоткрыт. То есть дыхание не просто через нос, а чтобы даже при ровном дыхании как будто бы я всегда деткам говорю, представьте, что перед вами классная, красивая перышко, которая благодаря вашему ровному дыханию полетит. И вот ваше дыхание должно быть ровным. И детки вот в этот момент они понимают про перышко, потому что детки любят вот эти перышки ловить. И это тоже, кстати, очень классное упражнение, которое с детками можно на успокоение. А теперь ты перышко, и вот ты падаешь. Вот из напряжения в расслабление. То есть это все те способы, которые учит ребенка чувствовать свое тело. Спасибо большое. У нас совсем нет уже времени. В завершение что порекомендуете посмотреть и почитать? Мне очень нравится вот в последнее время книга Полиана. Она учит про то, как уметь радоваться и к любым неприятностям жизни, которые с тобой происходят, воспринимать их позитивно и сделать из этого какие-то выводы. Из фильмов есть очень чудесный мультфильм «Головоломка», в котором показан внутренний мир, как устроено и как мы реагируем. То есть такое, как маленькое базовое видение в прекрасный мир эмоций, который нас окружает. И огромное количество литературы по эмоциональному интеллекту читайте, осваивайте, но самое главное ищите практические упражнения, потому что в них вся прелесть и ценность и сила. Спасибо большое. Сегодня у меня в гостях была Елена Смирнова, детский психолог, арт-терапевт. И мы говорили о негативных эмоциях у детей и что с этим делать. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Практическая психология